...гжели синий цвет. Пошли как-то девушки, живущие в селе Гжель, полоскать ее на речку. А в речке небо отражали. Река синяя и небо синее в ней. Показали девушке, мастерам, красоту такую. И решили, что такого синего неба нигде в мире не найти. И оставили частичку синего неба на посуде. А узоры для ростов все правильно. Как зародилась Гжель на самом деле. ...было много в гончарном крае Гжель, в который входило около 30 деревей. Промысел начал свое развитие с 1328 года. Первые упоминания о нем найдены в летописях времен Ивана Калиты и в завещании... ...как в Европе и Китае. В 18 веке из гжельской глины Виноградов изготовил первое русское фарфоровое изделие «Ставок». А крестьянин Павел Куличков разведал рецепт фарфора на заводе «Карла Отто» в Москве. И организовал свое производство. Это выливали? Грозили, что ли? Нет, не выливали. Не выливали? Это подсвечник, наверное. Нет. А это две фигуры? Одна. Нет, это саваси есть сверху. Нет. Она на бутылку, что ли, что ли? Нет. Зубочек? Нет. Ах, барыня, кони мои заплытали, укройки смеховой водой. Ах, барыня, кони мои заплытали, укройки смеховой водой. Мужа дома нет целую неделю, достучится в дверь молодой сосед. Ой, эти синие глаза река знают, скажем, отчего молчишь, отчего грустна. Мы вам покажем и расскажем о истинно русском творчестве, которое называется «Гжель». Из глубины веков далеких до наших дней, старанием и умением мастеров великих, Рус упрошает чудо «Гжель» узором синим на наших платьях белых. Софьюшка, Лизонька, что-то папеньки долго нет. Ты права, матюшка. Папеньки так давно уже мы не видели, папеньку давно не видели. И соскучились уже по батюшке-то. Да, он у нас такой добрый, так нас любит. И подарки нам дорогие дарит. И наша дянюшка Стеша нас тоже любит. Она нам теперь, как мамка, красивые платья пошила. Как думаете, птицы, папенька найдет цветы синие, которые не вянут? Ой, а вдруг он пойдет в сад за синими цветами, а садовые цветы-то вянут? Папенька не знает, что синие цветы на белом – это «Гжель». Держи, Лизонька. Спасибо. Это тебе, Марьюшка. Ой, спасибо, папенька. А это тебе, Сокушка. Ой, папенька, спасибо. Ой, дорогой Егор Кузьмич, ой, спасибо за подарок. А я тебе еще говорила привезти кое-что. А, вон там возьмешь. Где ты? Я все привел. Ну, иди, принеси. Ну, что ты, гостяне, будем в Желевские тарелочки делать. Я приготовила вот такие тарелочки. Егор Кузьмич привез глины цветной. И, ну, покажи, погоди. А, ну, покажи, погоди. А, ну, просто разминать, просто разминать, как красочка. Боська это пластелин все это делается. Ну, и как, девочки, получается? А то. А? А? Больше, ну, молодой. Мне-то надо забрать.